привет друзья что я снова на воде снова сбежал пораньше на работу с работы сейчас 3 часа дня пятница конец рабочей недели и я решил продолжить продолжить тестирование удочек которые я брал в правый прошлый раз дайва power mesh сейчас расскажу покажу какие я взял и сегодня хочу погонять их на воблерах 50 и 60 и 70 и 110 и ну в общем буду пробовать буду смотреть буду сегодня экспериментировать и вообще блин осталось буквально три недели до конца запрета уже хочется впрыгнуть в лодку куда-то умчать подальше под днепру ловить большущих жерехов по идее сегодня уже конец запрета на речке тесна которая выше киева под днепру по течению находится и впадает в днепр думаю что на следующей неделе я уже поеду как минимум на десну а потом уже через две недели открытие на днепре и тогда волова ладно короче буду доставать воблера продевать шнуры буду начинать твичить так друзья давайте сразу разберемся какие снасти у меня на сегодня до power mesh катушка маритан 2500 сертей 3000 оба power mesh 7 футовые то есть 2 метра 10 сантиметров 1415 тест другой 728 почему 2 тот который 728 с единицей шнуром он помощнее это для более скажем так крупных воблеров там 110 120 130 и который 415 для меленьких воблер очков 50 70 и так далее так первый беру легенький хочу взять понять небольшой воблер очек цвета пока такие это семидесятка монтаж 0 6 плетенка и железная струна и железная струна кстати вопрос тоже в студию кто какими поводками пользуется я пользуюсь только струной скрутка с двух сторон с одной стороны она вот здесь запаянная с другой стороны раскручивается то есть никаких лишних элементов никаких застежек скрутку раскрутил приманку вставил скрутку закрутил и работаем так а плетенка 0 6 сказал не сказал поехали я конечно не ограничился снастях сегодня которые взял я взял и джих но буду разведывать изначально воблерами тому как ну вообще хочу понять как эта палка для твича такое ощущение что на вот эту 314 можно ставить и больше воблер потому что семидесятку очень легко продергивает о тычок так что ж такое опять поклевка и мимо надо попробовать побольше паузы делать принцип какой забросил загнал его и пошел я вообще не специалист в области ловленого бляра и ловлю наверно там 20 процентов от всех от всей массы своих рыбалок только на воблера есть нет нету палка и из этих 20 наверно 10 этого я ловлю ночью то есть дневных рыбалок на воблера 10 процентов не знаю может быть потому что в Киеве большая часть рыбалок у меня происходит а в Киеве особо воблерами да и негде земснарядами вырыли такие ямыши да что ж такое не засекается о есть догнала на паузе ой неплохая щучка так сидит неплохо я сегодня подготовился взял гриб сейчас будем его использовать это что ж такое и сошло так что-то первая рыба я в ажиотаже в кипише он и поранился и так покоцкали весь воблер уже погрызли давайте разберемся что за модель воблера это юзури 3д мину 3д такая самая популярная и самая любимая мной серия это миножка длиной 70 сантиметров ну и спшка она глубится где-то на метр вот то есть я ей судака ночью ловлю и окуня на котлах неприкольно ей твичить ну и вот щучку на платнике как получилось тоже получается твичить короче твичу дальше ну она достаточно что цепа да ладно фух не хотелось бы оторвать воблера попробую равномеркой да недолго равномерил так сходил отцепил воблер повезло тут какая-то не знаю я на этом водоеме второй раз ловлю цепы вроде тут немного только ветки на дне с деревьев падает я особо рельефа этого озера не знаю там посредине яма есть такая метров 10 вроде говорят тот берег глубже а этот мельче да что ж такое видели под ногами клюнуло капец интересно сход как то она мажет по воблеру пробует видите тупо равномеркой эта 70 имеет такую достаточно широкую лопатку и у нее неплохая своя игра просто на равномерке и щука любит равномерку с паузами есть неплохие щучки но вообще поперек воблер трещит мы пробуем поднять оба поднялась так судя по всему это операция кстати ребята на щучью рыбалку без инструмента вообще не рекомендую никому ездить потому что потом пока так ну платники есть платник видите рыбы здесь хватает и она клюет хотя вот ребята напротив стоят пока я в них не видел рыбу или я удачно вымазку выбрал или сегодня воблера поварить у нее так поменяю воблерок виднее поменяют цвет заодно покажу скрутка кто не знает это вот если сфокусируется камера такая косичка но вот очень легко раскручивается основная фишка в том что особенно когда на джиге в струне меньше собирает грязи этот монтаж со дна то есть нечему цепляться не за что нету застежки прямая поэтому мне очень комфортно со струной ловить поставлю вот такую натуралочку давайте попытаюсь поделиться опытом небольшим воблеровым забросил загнал раз два раз раз два то есть проводка раз два три можно делать или раз то есть смысл в чем основной на самом деле там какое количество рывков вы делаете это ваша там интуиция вам больше будет подсказывать что когда мы твичим вот раз в этот момент спиннинг нужно воблеру чуть-чуть отдать назад чтобы в момент рывка когда он начинает ускоряться и хаотично идти в сторону у него была свобода то есть шнур не был в натяжку поэтому нужно отдавать поклевка и вот все поклевки на паузе есть хорошо лупят приятные поклевки видели какая свечка ну вот натуралка я поймал первых две на желтенького были еще поклевки и проводок 10 было холостых я поэтому цветы поменял в принципе видите на четвертом забросе клюнуло но это субъектив платник такая тема непредсказуемая иногда хотя наверное спортсмены которые участвуют на платниках в соревнованиях так не считают потянуло стоячий воблер вот речь о паузах то есть можно делать паузы до 10 секунд если у вас суспендер воблер но в том числе и с плавающими тоже можно такие же операции выполнять он просто начинает медленно всплывать в момент паузы этот же просто висит в толще опять проклевка стоячий воблер подбирают интересно причем сейчас у меня пауза была секунды 3-4 наверное вот есть таки догнала хорошо что не отцепляются не надо пачкать руки первая щучка была у ребят на вертушку кислотную железо это конечно самая лучшая приманка по щуке поклевка опять железо неинтересно кинул крутишь сколебалка еще можно как-то экспериментировать вертушка короче никакого полета фантазии мышь современные рыболовы легких путей не ищут тоже в стоячей глупила я хотел подрывать она уже его во рту держала на меня идет такие прищепки щучки прищепки сейчас мы тебя освободим не кипишуй капец оторвалась с губой ладно заберу я поводок вот чем поводки эти хороши относительно они дешевые погнулся не помню 2-4 гривны 5 выбросил поставил новый все очень просто так перевязался тот поводок пришел пришел мне область ну раз новый поводок вы ставите новую приманку еще один мой фаворит тоже по ночным судакам кстати 3D шат называется тоже изури 65 и суспендер тоже зависает в толще у этой модельки есть опцион он есть вот такой вот мелкий метровик и такой вот полтора два наверное это хорошо по глубоким перекатам работать с судаком и он твичится неплохо так же и по окуню кстати именно вот этот глубокий почему-то у меня выстреливал просто цвет на самом деле хочу тоже поменять окунек такая классная расцветка так вот вам еще одна хитрость твичевой проводки заглубление воблера можно незначительно но регулировать можно твичить так можно так можно вниз то есть вниз мы твичим когда вам нужно воблер поглубже загнать когда вы чувствуете что есть аризон для его прохода и он ничего не собирает и не цепляет ах поклёка и если цепляете дно просто поднимаете вверх удилище и делаете собственно те же движения ну и можно регулировать толщиной шнура естественно заглубление воблером поднимите и 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 прикольно легким спиннингом закидывать принципе пол килограмма рыба легко залетает смена цвета опять же дает результаты то есть платники тема какая да я особо не хожу никуда но ловлю с одной вымостки сколько я ловлю не знаю минут 30-40 и получается что мы отпустим рыба стоит да и смена приманок она как бы дает возможность собирать разную рыбу то есть которой там нравится зелененькие воблера беленькие воблера и так далее так хочу поиграться с заглублением непонятно не хочу джиг кидать сегодня вроде на воблера получается прикольная доволен если честно не рассчитывал что будет раздача такая небольшая так что глубину буду проверять воблерами цепи как я увидел здесь особо вроде не было поставлю этот же шедик 65 только лопатка ветка он уже так метр на пол пойдет глубже ну кстати слова будочки диповый воблер 70 power mesh который полегче 415 отлично продергивает на глубина позволяет есть горизонт для экспериментов не цепляясь за дно также друзья почему нужно после заброса загонять воблер потому что на твиче ох поклевка сразу это дно вдоль берега кинул потому что на твиче вы воблер не загоните сразу в нужный горизонт будет это происходить постепенно цепляет этот с лопатой глубоковат буду менять менять буду хорошо я буду менять на 3d кранк мой любимый кранчик видите на него же он живого места нет он столько я не знаю как он еще не оторвал его столько по перекат столько переката вон прошерстил так правильно сказать головлей переловил и судаков он плавающий если не ошибаюсь да это пятидесятка достаточно такой пузатенький компактный и обалденно летит что сказать про кранки это ответе дистанция в полтора раза больше приманки так называемые стюпит бейты то есть дурная приманка забросил и крутишь по сути тема такая же как и вертушка да быстрее медленнее но опять же вертушку там сильно медленно не поведешь кранк поведешь но кранки можно останавливать делать проводку стоп-энд-гоу и вот именно плавающий кранк в этот момент всплывает на течение это вообще классно если есть зацепчики то есть чувствуете уперлись в дно просто простановили проводку без вот этих всех лишних движений выдергиваний а по факту получается что вы наоборот засаживаете еще больше приманку сделали паузу воблер из цепы всплыл и пошли дальше то есть в принципе тонкости тоже некоторые есть много кто любит ловить на кранке я тоже люблю но в основном о поклевка в основном в моем понимании кранк это все-таки приманка для течения видите я там начинаю цеплять дно приподнимаю удилище вверх и он начинает вернее перестает цеплять дно так с мелочевкой пока мне понятно работает небольшие миножки кранк была поклевка но он глубоко здесь идет поэтому я наверно здесь его бросать пока точно не буду хочу потестить вот эту палку 728 это будет вообще такой абсолютный универсал особенно для днепра до 728 2 10 длина универсал в плане чего джих твич и друзья джих твич во самых таких востребованных способа лова есть вот видите на паузе все на паузе 728 уже можно забрасывать гораздо проще рыбу так давайте посмотрим расскажу покажу что это приманка юзури сашими мину 90 тоже спашка такая натуралка синяя я ее чуть тюнинганул нарисовал на ней такие полосочки поэтому воблера вообще в плане расцветок очень вольно полетная тема взяли купили белый воблер их немало прозрачных продается вернее прозрачных прозрачный прозрачный белый воблер матовый какой получится маркером разрисовали хотите redhead хотите не redhead то есть тут я пузо видите оранжевым это я нарисовал причем это флюоресцентный нахлыстовый лак который ультрафиолете хорошо отображается капец конечно рыбу снять с воблям это труба своим самодельно окрашенным воблером это когда-то у меня было натхнение я сидел и красил это бонус друзья но вряд ли у меня получится ее поднять без подсаки зараза завела блин там пятерка щука что с ней делать я не знаю когда она устанет сейчас минус воблер будет все она уже сошла капец вот это неудача намотала да сошла на одном крючке сидела блин поводок он видите какой стал блин хорошая щука была фух чуть сел отдохнуть уже поистине тепло стало сегодня съехал на машине машине показывал градусник плюс 27 реально начинают подпаривать плюс погода такая дожди поэтому так душно ватенько собственно пока вспомнил хотел что хотел то что вы о чем вы постоянно просите конкурс условия как всегда простые нужно подписаться на канал нужно поставить палец вверх этому видео и оставить любой комментарий и ровно через две недели мы разыграем что 5 воблеров юзури правильно поэтому участвуйте побеждайте выигрывайте воблера и ловите также и я на них кстати про воблер что интересно ловил на 70 65 размер ловились мелкие щучки взял вот 90 сашимик тоже от юзури и клюнула такая пятерка завезло под вымостку новые все видели без подсаки ну достаточно тяжело плюс тут под вымосткой куча опор она вокруг нее обошла но собственно ничего не мог с ней сделать потому что она клюнула три метра от вымостки у меня еще такая не уставшая была как раз в этом в режиме 5 передачи пошла под вымостку вот поэтому попробую сейчас покрупнее воблера по крайней мере я уже срисовал то что сегодня работает натуралка кислота постоку поскольку одну рыбу я поймал там на эту такую новую расцветку зелененькая ну я считаю что это агрессивная расцветка вот поэтому сейчас попробую что-нибудь 110 130 такое беленькая синенькая погоняю может быть еще одну крупную поймаю короче панал экспериментировать так что сразу скажем так во все тяжкие классный воблер для его для себя открыл два года назад хардкор минус 130 фишка его в чем небольшая лопатка небольшое заглубление система ручки магнитная офигенно летит и 130 размер и натуралка то что мне надо поэтому я на него даже пару самок затвищал как-то попробуем может тут какие-нибудь есть десятки а вдруг давно я крупных рыб не ловил последний был кстати из крупных рыб толстолоб это конечно не хищный но влетел тогда бонусно в черкассах кстати ссылка будет сверху там была такая интересная борьба я как раз обкатывал за но мы их только получили в украину и скажем так первой нормальной рыбой которую я поймал на графит лидер занна был толстолоб на 16 килограмм влетел так ну что сказать 130 продергивается отлично но 130 с узкой лопатой то есть если взять какой-нибудь не знаю болисонг или там 130 кристалл мину то наверное будут сложности для таких воблеров нужны уже такие тесты полторы унции две но если вы целенаправленно ловите 130 металом лучше сразу же брать спине на с запасом конечно он будет не очень хорош для мелких приманок но вам выбирать ловить на крупные воблера или нет тому 11 48 там что-нибудь до 50 грамм то что вам собственно будет нужно опять же 130 тоже разные воблера я сейчас 130 дергаю но он не упористый так пока моя теория не подтверждается друзья давайте специально для вас 130 воблер очень упористый я бы сказал это кристалл мину они в принципе такие упористые конечно может быть будут цеплять но это модель sp размер 13 сантиметров буквально пару проводок для скажем так теста палки продернет ли но я если честно почти уверен что нет что значит продернет это означает что когда вы твич эти да делаете вот такой вот рывок то спиннинг не сгибается в бублик а на вот этом ударе да то есть я бью по воблеру я его не просто пододвигаю именно бью на вот этом ударе жесткость удилища должна сдергивать воблер хорошо в воде продергивать но на самом деле я ошибся друзья 728 тест продергивает так возвращаюсь к легкой удочки все-таки на деликатнее прикольней как-то комфортнее ловить это все-таки white и семидесятка натуралка углерок ну вот следовало доказать пока я экспериментировал со сто тридцатыми поклевок и рыбы не было поставил пока уже рам 700 800 поставил маленький синенький и сработало да хорош тебе слушайте щука очень бойко рыбалка опять начинает набирать обороты я поменял снасть и сразу же начал ловить что еще важно скажем удилище для твичинга чтобы вот эта часть да вот катушка держателя до бада на было не сильно длинной потому что когда вы твичите попадает в кадр вот этот край он должен позволять вам ну там с любой траектории забрасывать в левую руку в правую руку делать заброс и вы могли твичить и вам край удочки не мешал моли его так через верх перекидывать да вот то есть как правило там басовые все удилища мультово твичовые у них вообще вот эта часть очень короткая о есть слушайте но синий воблер творит чудеса выблюнула на свечки она вообще не на крючке сидела поводок застрял у нее в щетке это ее лицевой выплюнула так меняю цвет потому что синий дал пару рыб и замолчал нужно менять друзья все время экспериментировать так видели остановил под вымазкой стоячий глупила что это было видели какая подача я думал крючок разогнуло ни хрена себе опять какая-то была пятерка блин наверно капец есть вот него модно вот поменял опять воблерок пока выручают манюньки можно сказать хотя для кого-то 7 сантиметров наверно и нормально будут дальше развивать тему экспериментов что-то все замолчало ну этот воблер все знаете это 3d flat crank 55 размер я вообще считаю что именно вот этот воблер должен быть у любого спиннингиста неважно где вы ловите на озерах на реках не знаю я словил на именно на 3d flat crank какое-то колоссальное количество рыбы причем мощный очень разные головля щуку короче судаков ночью начну погоняю кислоту такую откровенную и его фишка что его можно и твичить да несмотря на то что это крэнк но лопата у него такая так и просто работать равномеркой то есть подойдет как и для течения для стоячей воды у него достаточно активная игра за счет этой квадратной лопатки вот кстати по поводу проводки 3d flat crank он ввиду своей компактности да у него твич такой не размашистый поэтому рывки должны быть достаточно короткие если его сильно резко дергать он будет просто так топором идти кислота сегодня вообще у меня молчит только натуралка есть вот как ни крути смена приманки это всегда то всегда дает результаты минут 30-40 подбирал взял тоже тоже мал небольшой семидесятка воблерок юзури сашими серия называются они такие типа двухцветки смотрите друзья сколько всяких воблеров хотел сказать смотрю на ратлины и ратлинов сказать ратлин кстати тоже только что бросал и нифига как бы кто не говорил то платник поехал наловил рыбы ничего подобного понятно что и здесь до хрена но не клюет она на все подряд надо подбирать надо искать ключики то есть вот динамичная смена приманки в принципе тоже работает только что поменял воблер и сразу же доловил рыбу и собственно решил прокомментировать эту ситуацию потому что я уже там ну приманок наверно 15 поменял разных воблеров у меня с собой наверно воблеров с пол сотни а то и наверное под сотню не знаю никогда их не считал но много именно поэтому и много потому что надо подбирать ладно буду еще дальше долавливать еще часок поковыряюсь половлю попробую поэкспериментирую панал дубль 2 какой-то этот куст магический манит меня там цепа и как всегда там где цепа веточки стоит щука решил я пройтись чуть-чуть по озеру потому что вовля в одном месте хотя мне показалось что я выбрал самую красивую вымостку с оловьями который чирикает поэтому пройдусь похожу попробую поменять место а не только приманки вдоль камышек да пожалуйста вот вам ребята и доказательства взяла на равномерке вот такая высота вымостки что даже руки не помоешь так интересно может стоит вернуться на свою вымостку и проверить теорию проводки хотя шо проверять все сработало в стиле дуреет оба равномерка друзья ухты какая ухты подымут как думаете не подымал надо творит но он кого-то сожрала сейчас возьмем ли гриб все отцепилась сама но отлично да шо ж такое есть мама чем мельче щучка тем красивее свечка так все ну друзья наверное это будет финальная микро щука видите какая такая 350 400 грамм может больше не знаю скажи пока пока ушла все ну что друзья заканчиваю сегодняшний выезд прошло три часа я неплохо отловился я считаю вообще кайфово во первых я упёрся в воблера и не прогадал честно говоря у меня были сомнения поэтому джихи я тоже с собой брал конечно же на случай так сказать отказа но не понадобилось давайте подытожим собственно резюмируя что что хочу сказать что воблера твич не всегда твич как в итоге получилось и вы собственно это видели то есть равномерка в конце очень неплохо сработало собственно я просто применил теорию которая отстрелила поэтому никогда не упирайтесь в одну тему всегда экспериментируйте и как видите это дает результаты собственно даст и вам дальше спиннинги спиннинги дайва пауэр мэш ну друзья обкатал я недавно я рыбачил с пауэр мэшом на джик кто не видел ссылку влепим сюда сверху посмотрите собственно поэтому решил и затащиться сегодня в воблера так сказать чтобы до конца понять потенциал потенциал этой удочки и собственно что сказать я очень приятно удивлен я для себя открыл новое удилище теперь буду всем его рекомендовать собственно и вам рекомендую удочка бомба чуйка не проваливается на воблерах строй быстрый кончик мягкий короче ну все прекрасно поэтому под любые задачи тем более там размерная линейка ростов и длин позволяет так сказать полет фантазии лодка берег и так далее дальше конкурс друзья напоминаю правила они простые подпишитесь на канал поставьте этому видео лайк напишите любой комментарий любой комментарий рука росла не стала конкурс друзья все очень просто как обычно нужно поставить лайк нужно написать любой комментарий и что забыл а нужно подписаться на наш канал дальше друзья самое интересное воблера на которые я сегодня ловил особенно выделю 3d minu 70 ну получилось как получилось собственно сегодня он прострелил больше всех на 3d minu 3d shed и 3ds crank будет акция будет он будет он стоить по моему 256 гривен если я не ошибаюсь период акции сейчас вам не скажу но она будет ссылка на акцию будет под этим видео поэтому кому надо заходите как вы видели воблерушки рабочие я их пользую на самом деле уже там лет 5 или больше поэтому решил не держать это в тайне и сегодня с вами поделиться на самом деле это старые легендарные воблера от юзури которые ну просто забыты скажем так я думаю что у многих они наверное есть просто давно не доставались из коробок у меня тоже воблеров не меньше чем всего остального поэтому вот так друзья на этом у меня все буду с вами прощаться поеду домой впереди выходные открытие на дисне сегодня завтра уже можно ехать туда на лодке поэтому может быть будет новый видос о ловле на дисне поеду искать туда жереха очень хочу в этом году уделить внимание этой рыбе раскусить ее воблер блесна только не бородка но бородка тоже не всегда панацея короче ладно много разговариваю все пока друзья